здравствуйте друзья в этом уроке мы с вами продолжим тему кастомных карт для интерфейса lowlays в первом уроке этой серии напомню мы с вами рассмотрели очень удобную карту которая называется автоэнтитис в этом уроке мы с вами рассмотрим не менее удобную применимую карту которая позволит оптимально выводить большое количество данных в небольшом пространстве и называется multiplayer entity row напоминаю что весь код показаны в этом уроке вы найдете в текстовом файле ссылка в описании ну а мы с вами давайте начнем разбираться что к чему экспериментировать будем с тем же самым инстансом вот страница с картами из урока про автоэнтитис новая карта также ставится из хакс раздел пользовательский интерфейс нажимаем добавить и ищем по названию устанавливаем репозиторий в хакс давайте уберем все новое и посмотрим что тут установлено только две кастомные карты для ручного режима в котором я все делаю необходимо прописать новую карту в ресурсы lowlays теперь пора переходить в файл ее lowlays для нового урока сделаю новую страничку копирую заголовок предыдущий меняю название и ставлю другую иконку для наглядности я ставлю сначала штатную карту сущностей которая прописана три параметра одного датчика климата температура влажность и уровень заряда батарейки перегрузим ресурсы что применилась новая карта а вот так выглядит стандартная карта с тремя параметрами одного датчика данных немного а место занято существенным возвращаемся в код и добавим еще одну карту сущностей причем первые строки тут совершенно идентичны добавляю строку с сенсором уровня заряда батарейки объявляю тип нашей новой кастомной карты далее иконка и имя строки затем название выводимого параметра уровень заряда посмотрим что вышло строка с заданным названием климат и выводом значения указанного в начале сенсора пока отличие от предыдущие карты только в подписи к значению давайте добавим остальные значения смысл этой карты в том что каждая строчка может иметь несколько значений начиная с указанного в самом начале и дополнительные открываем еще один вложенный раздел entities и добавляем сначала сенсор температуры проверяем значение появилось в той же строке но левее теперь добавим и влажность то что стандартная карта занимает три строки при помощи этого кастома занимает всего одну кроме своего значения сенсор может иметь еще целый ряд атрибутов и их тоже можно выводить интерфейс например возьмем параметр last scene время последнего отклика от датчика сделаем карточку с уровнем заряда и отклика сначала просто копируем а в список добавляем атрибут вместо сущности атрибуты берутся того сенсора который объявлен в начале в данном случае сенсор уровня заряда проверяем получилось но формат неудобо читаем так уж он попадает в атрибуты приведем его в порядок это элементарно просто просто указываем релятивистский формат а вот так значительно удобнее понятней получилась карта с базовыми параметрами сенсора зарядом и временем последнего отклика если по какой-то причине нам не нужен вывод значения первого сенсора например нас интересуют только атрибуты то его можно убрать подпись не нужно а нужно добавить параметр show стоит fl теперь значение сенсора из которого берутся атрибуты скрыты для примера возьмем еще какой-то атрибут например напряжение на батарейке добавляем его формат отображения по умолчанию и в этой карточке в одну строку отображаются только два атрибута одного сенсора причем его собственное значение скрыто теперь в эту же карточку новой строкой добавим активный элемент например розетку домен switch тут появится два новых параметра тоггл переключатель и цвет состояния вот так она выглядит цвет меняется в зависимости от состояния поменяем иконку на более подходящую параметр водного устройства может быть очень много какой-то розетки выведем еще парочку самых важных мощность нагрузки и напряжение в сети обратите внимание что значение или состояние первой объявленной сущности если она специально не скрыта будет отображаться справа во краю остальное согласно списку вложенных сущностей или атрибутов настройках тут применим и стандартные опции карты такие как секундари инфа для розетки логично добавить опцию последнего изменения Время последнего изменения отобразится под названием устройства. Активных сущностей в одной строке может быть несколько. Давайте добавим новую карту с двухканальным реле Акара. Первым объектом тут будет реле второй линии, оно будет с правого края. Далее добавляем опции переключения и смены цвета. Далее по очереди сущности, которая будет отображаться слева направо. Для первого реле тоже добавим опцию тоггл переключения. В одной строке у нас и напряжение сети, и мощность нагрузки и оба переключателя реле. Если нужно еще больше компактности, то можно исключить подписи данных. По сути я скопировал показанную ранее строку розетки, но удалил опцию State Header и Secondary Info. А в сущностях в разделе имени указано false. Как удобнее решайте сами. Рассмотрим еще одну ситуацию с розеткой. Для удобства я сделаю новый столбец. Делаем еще одну карту с сущностью свитч. Иконка. Кастомное имя. Есть смена цвета, но нет переключателя состояния, будет просто отображаться статус. Добавим еще один вариант вложений иконки. У этой ставим смену цвета. Имя и реакцию на клик. По нему будет запускаться сервис включения свитча. И указываем тот же свитч, что и в первой строке. Вторая иконка будет для выключения, и тут я не ставил смену цвета. По клику вызывается сервис выключение свитча. Но при этом добавляем подтверждение, чтобы предотвратить случайное выключение. Проверяем. Вместо одного переключателя, тут две иконки. Одна для включения, другая для выключения. Причем включение сразу отрабатывается по клику, а для выключения необходимо дополнительное подтверждение действия. Для лучшего визуального разделения иконка выключения не меняет цвет в зависимости от состояния розетки. И в завершении урока, покажу кусок живого кода из своего интерфейса. Карточка получения данных по нескольким zigbil устройства. В примере их 4. Для лучшей визуализации для каждого сделана отдельная секция. Я вывожу по три основных параметра показывающие статус жизнедеятельности. Уровень заряда, время последнего отклика и уровень качества сигнала. Вот так это выглядит. Место занимает немного, но при этом понятен статус каждого устройства. На этом все, надеюсь что информация показанная в этом уроке была вам интересна и полезна. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, вы можете прочитать в моем телеграм канале, ссылку вы найдете в описании. До свидания, до новых встреч.